добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строй живи мы давно не рассказывали вам о свайно-винтовых фундаментов и сегодня поговорим об этом очень подробно и отвечу на большое количество часто задаваемых вопросов от наших подписчиков от наших заказчиков я расскажу вам о том как правильно выбрать винтовые сваи на что обратить внимание чем отличаются наши винтовые сваи от свай наших конкурентов которые в огромном количестве появились на строительном рынке как санкт-петербурга москвы так и других регионов нашей страны я расскажу о том как на какую глубину копается приемок еще состоит свая какие толщины стенок я специально взял с собой штангель циркуль электронный для того чтобы вам показать разницу у нас здесь есть образец с винтовой сваи не нашего производства покажу в чем разница между нашими сваями между сваями наших конкурентов мы поговорим о том как защитить сваю от коррозии потому что самая большая причина по которой многие отказываются от этого вида фундамента и самое главное я вам расскажу о достоинствах и отличиях в лучшую сторону свайно-винтового фундамента относительно бетонного фундамента есть такие отличия и о них поговорим сегодня итак поехали друзья начнем с самого интересного почему же наши винтовые сваи такие слегка коричневого цвета они у нас не черные дороже чем у наших конкурентов еще состоит свая свая стоит из ствола в данном случае это 108 свая то есть у них диаметр 108 миллиметров свая состоит из лопасти свая состоит из оголовка но если нет металлической обвязки то как правило используются вот такие оголовки они бывают разные по размеру 1 это ствол свая его длина если вам заявлено два с половиной метра то свая должна приехать к вам длиной два с половиной метра то есть от одного края до кончика конуса должно быть два с половиной метра многие производители экономят 12 метровую трубу делят на пять частей получают свою длину не два с половиной а два сорок посчитайте на калькуляторе неудобно им двухметровые остатки куда-то использовать потому что еще раз повторюсь основная масса свой который применяется в москве московской области ленинградской области это два с половиной метра а этих 10 сантиметров кстати может вам не хватить если у вас несущие грунты находятся чуть ниже чем обычно вот этих детей сантиметров может не хватить и бригада может либо не докрутить эти свои для того чтобы избежать каких-то нюансов либо вы попадете на дополнительные работы по наварке этих свай там на какие-нибудь 10 сантиметров следующий показатель это толщина стенки то есть труба которая продается на заводов которые производят электросварную трубу они производят трубу следующих толщин 4 миллиметра три с половиной миллиметра и 3 миллиметра то есть каких-то других труб вы купить не сможете если вы зададите целью так вот заводы имеющие производство такой трансварной трубы они тоже стараются сэкономить и когда они заявляют ну в гости прописано плюс-минус какая-то погрешность и это погрешность составляет 0 2 миллиметра то есть когда предприятие производящие винтовые свои закупают на заводе допустим королевский трубный завод и ангельс этом или северсталь трубу с толщиной стенки 4 миллиметра максимум что к ним может прийти эта труба толщиной 38 то есть минимум минимальная погрешность такая этого не избежать я уже восемь лет занимаюсь винтовыми своими и трубы с толщиной стенки именно 4 миллиметра встретить крайне сложно то есть обмана здесь никакого нету производитель поставляет трубу толщиной 39 38 такая труба и есть но и мерить нужно тоже правильно грамотно если вы померите просто на обрезке покажу на самом краю то здесь зачастую после среза имеется заусенец который вам неправильно даст размер мерить нужно глубже и мерить нужно вот таким прибором который имеет электронное табло источностью до сотой миллиметра он он измеряет толщину поэтому берем вот такой вот прибор ну вот измерили толщину у нас получилось 398 почти четыре миллиметра но тут нужно учитывать что есть еще покрытие которое толщиной примерно 200 микрон соответственно и получается что реально честная толщина стенки примерно 3 8 миллиметра если вы будете измерять с этими заусенцами по самому краю какой-нибудь рулеткой вы сто процентов измерите неправильно если вам показывают такие измерения то не верьте и не слушайте никого это своя наша видите на коричневого цвета вот эта свая привезенная с другого объекта вот у нее есть одно место только где нет заусенца вот заусенца нет видите пальцем спокойно трогать измеряем толщину стенки то есть 334 335 это о чем говорит о том что то есть производитель вот этих винтовых свои каких-то черных безымянных я не знаю он закупает трубу 35 вот эти 0 5 миллиметров вроде как незначительная история но все производители винтовые свои они покупают свои фур ну то есть по 20 тонн и обязательно произведу расчет и скажу какая экономия в деньгах и 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 для вас как потребителя конечного это как это может сказаться вроде всего полмиллиметра но скорость коррозии металла в оптимальных для этого условиях то есть в присутствии воды и кислорода составляет 0,1 миллиметра в год соответственно вот эти 0,5 миллиметров убавят срок службы вашей винтовой сваи на пять лет нужно оно вам не нужно при условии что разница в стоимости винтовых свай между качественным производителем как мы и не качественным производителем как никто другой составляет максимум 200 рублей вот сложите на то количество свай которое предполагается под ваш фундамент и поймите вот эту разницу следующий элемент это лопасть здесь два момента на котором вернее три момента на которых нужно обратить внимание первое это опять-таки толщина металла от этого зависит несущая способность вашего фундамента и так лопасть для винтовой сваи 108 миллиметров в диаметре должна быть 300 миллиметров в диаметре и 5 миллиметров толщиной опять-таки проверяем есть даже больше чем 5 миллиметров это хорошо многие производители лопасти делают из четверки то есть из металла 4 миллиметра да экономия опять маленькая но на объеме большого количества свай а наше производство производит и продает в месяц в порядке 6 8 до 10 тысяч свай в месяц в месяц можете посчитать какая огромная разница в деньгах но также попробую произвести расчет и рассказать вам об этом я думаю пожалуйста я следующий момент на которое необходимо обратить внимание у лопасти это ее форма во-первых она должна быть круглая во вторых диаметр у лопасти 108 составляет 300 миллиметров и самое главное определите для себя тот момент что лопасть должна быть из двух половинок некоторые недобросовестные компании делают из цельного листа и заявляют что это их преимущество на самом деле это халтура недостаток и экономия экономия заключается в чем если из целого листа вырезать круг его разогнуть то получится в принципе лопасть но она по своей площади будет меньше а правильная лопасть того свои выглядит вот так то есть она имеет но не полтора но больше чем один оборот то есть не 360 градусов а 9 градусов 400 соответственно из одного цельного листа металла это сделать невозможно поэтому нужно делать из двух и проваривать шов с двух сторон обратите внимание на конфигурацию лопасти если встать вот так вот посередине и смотреть на нее прокручивая то в любой точке в которой вы смотрите лопасть должна быть вот эта грань должна быть перпендикулярно оси сваи обратите внимание как лопасть не крути в любой точке она перпендикулярно оси сваи исключением является только вот этот изгиб который предназначен для того чтобы захватывать грунт то есть врезаться в него и кроме того вот это расстояние там где оборот больше чем один между лопастями оно должно быть одинаковое то есть вот этот изгиб и этот изгиб они должны повторять друг друга в таком случае грунт будет не рыхлиться а уплотняться между двумя вот этими половинами от от этого напрямую зависит несущая способность витовой сваи если лопасть будет сделана из цельного куска она будет иметь меньшую площадь значит меньшую площадь опоры вашего фундамента на грунт соответственно меньше несущая способность именно такую свою с такой лопасти мы в рамках проекта все по уму настройки проверяли нанесущую способность года четыре или пять назад вот такая лопасть такая свая выдержала нагрузку 8 тонн без каких-либо подвижек и только на 9 тоннах она просела на сантиметр насколько уменьшится несущая способность лопасти которая выполнена из цельного куска я вам сказать не могу вас обманывать не буду но то что она меньше это однозначно я думаю это всем понятно следующий момент на которое необходимо обратить внимание лопасти это опять таки его форма то есть у нас есть пресс на заводе у которого имеется матрица с помощью которой мы загибаем эти свои лопасть такой свои она не одинаковая угол наклона у нее не одинаково и при вкручивании несущую способность такую такая своя набирает естественно разную и вкручивается она по-разному вот эти сваи и это форма лопасти отработано уже нами годами и она идеальна друзья головок под те строительные объекты на которых мы сами строим дома мы всегда по умолчанию берем оголовок размером 250 на 250 я уже объяснял почему мы так делаем на те объекты которые у нас заказывают заказчики просто вот фундамент заказывают а сами будут строиться либо привлекать кого-то мы там по умолчанию говорим оголовок 200 на 200 по что весь рынок предлагает именно это самый любимый вопрос заказчика потенциально который звонит нам через сайт и свой фундамент точка ру а сколько у вас стоит своя с монтажом и вот там сразу возникают вопросы и те заказчики которые выбирают по цене нужно как-то под них адаптироваться поэтому по умолчанию оголовок у нас 200 на 200 только под сижевские заказы мы используем 250 на 250 либо если заказчик просто фундамента у нас заказывает 250 на 250 поэтому смотрим на размеры оголовка уменьшив его на сантиметр можно выиграть целый ряд оголовков на целом листе тоже точно точно также сэкономить далее толщина оголовка в нашем случае это не менее 4 миллиметров то есть здесь 4 35 опять-таки покраска опять-таки не совсем ровные края в общем мы используем четверку я считаю что использование тройки однозначно привлечет приведет к тому что оголовок может под нагрузкой согнуться а Продолжение следует... 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 Мы видим, что да, до металла ее соскрябать можно. Давайте еще сильнее. Только при таком усилии, обратите внимание, что все равно, вот, только-только металл появился. То есть краска достаточно стойкая. Многие компании экономят и окрашивают все металлические изделия просто грунтовкой по металлу. На внешний вид вы никак не сможете определить, что это. Но если вы приедете к нам на производство, а мы всех приглашаем на производство наше, вы увидите, что там две банки. Это как, знаете, в советские времена был айбоксидный клей, сама смола и затвердитель. Здесь такая же система. То есть эта краска, она более устойчивая к механическим повреждениям. И служит как первоначальная защита свая от коррозии. О том, как уберечь сваев в целом от коррозии, мы поговорим чуть позже, в этом же видеоролике. Поэтому не выключайтесь, не переключайтесь. Теперь, друзья, давайте поговорим о монтаже. Когда-то лет пять назад кто-то кинул мульку из свадщиков о том, что глубокий приямок это дефект, недостаток и халтурство. На самом деле это, опять-таки, полное заблуждение. Был такой маркетинговый ход у одной крупной компании. Они об этом заявили, но я разговаривал с бригадирами, которые работали в этой компании. Там методика такая. Да, они на сайте заявили о том, что они не копают приямки в принципе. Но, когда бригада приезжает на участок, они первую сваю закручивают без приямка. Она заходит там на метр, метр десять. И все, и больше не крутится. Потому что лопасть свая, управильная свая, она сформирована таким образом, что она уплотняет грунт вокруг себя. И больше, чем ее возможно закрутить, ее невозможно закрутить. Далее рвутся вот эти технологические отверстия при вкручивании. Так вот тогда бригадир и говорит заказчику. Вот если вы хотите, чтобы вам свая ушла ниже глубины промерзания, необходимо копать приямок. Иначе вы подписываете. Но в этом случае вы должны подписать бумагу, что претензий к компании не имеете. То есть была такая история. Я расскажу на собственном примере. У нас и в Красноярске есть представители, которые монтируют винтовые сваи. Вот я всегда люблю приводить этот пример. Там глубина промерзания составляет два с лишним метра, до двух с половиной метров. Ну, это Сибирь. А лопасть свая обязательно должна уйти ниже глубины промерзания. Там без приямка. Там об этом даже речи никогда не возникает. Потому что там свайные фундаменты монтируются только техникой. В самых крайних случаях, когда техника не может приехать, приходят мужики с длинными лопатами и копают ямы. Не приямки, а ямы глубиной в два метра. То есть там приезжает техника, выбуривая сначала лидерное отверстие глубиной два метра, туда вставляется свая винтовая длиной три с половиной метра. То есть если у нас стандарт в Москве, в Питере два с половиной, то там минимальная длина свая три с половиной метра. И тогда уже эту сваю они докручивают. Вот такая методика работы в Красноярском крае. И если кто-то в курсе из красноярских ребят, подтвердите это в комментариях. Вот. У нас как? Бригадиры у нас достаточно опытные. Молодых бригадиров в компании вообще не осталось. То есть есть ребята, которые работают с нами уже по три, по четыре, по пять лет. Они каждый день монтируют свайно-винтовые фундаменты в Ленинградской, Московской области и в других регионах. То есть в день наша компания производит монтажи только в Ленинградской области. Два-три заказа. Это вот сейчас. В разгар прошлого года, прошлого сезона у нас было до десяти монтажей в день. То есть опыт огромный, колоссальный. Все уже давным-давно знают, в каком садоводстве. Вот только на одной этой линии, вот только одним этим бригадирам, которые трудятся сейчас на этом участке, смонтированы три фундамента. Он уже давно знает, где какие грунты и какой глубины должен быть приямок, для того, чтобы свая с усилием зашла в грунт, ушла своей лопастью ниже глубины промерзания и при этом уплотнила грунт. При таком количестве фундаментов, мы монтируем в наших компаниях, как вы думаете, сколько было бы рекламации в том случае, если бы мы делали что-то неправильно. Делаем мы правильно, потому что своим именем дорожим. Итак, приямок. Конкретно на этом объекте глубина приямка вырота бригадой 60 сантиметров. Я абсолютно спокойно на это смотрю, как генеральный директор, как лицо ответственное за этот фундамент на протяжении, там, не трех лет гарантии, а вообще на протяжении всего срока службы этого фундамента. Кстати, сразу насчет гарантии. Когда меня лично, когда я лично общаюсь с заказчиком, меня спрашивают, а какую гарантию вы даете? Ну, в соответствии, законодательство, строительная компания должна давать гарантию 3 года. Мы на эти сваи даем по умолчанию 3 года, на сваи по высшей надежности, у которой толщина стенки 6,5 миллиметров, есть такие у нас в компании, мы даем гарантию 7 лет. Я заказчик всегда спрашиваю, какую гарантию вы хотите? Потому что я, в принципе, готов дать любую гарантию. Ну, там, 5, 10, 20, да хоть 30 лет. Вопрос вообще не в этом сроке. Если со свайно-винтовым фундаментом может что-то произойти, однозначно это произойдет в первый год. Если сваю не докрутили, кто-то схалтурил, кто-то не докрутил сваю ниже глубины промерзания или не докрутил ее до плотного несущего слоя грунта, то она либо провалится под нагрузку, когда дом построят, в ближайший год, я надеюсь, это произойдет, либо она ее выпрят морозным пучением в первую зиму. Поэтому, если первый год с вашим фундаментом все нормально, значит и дальше с ним все будет нормально. Итак, возвращаемся к приямку. На этом объекте глубина приямка 60 сантиметров. Это вполне нормальная глубина, при том, что сверху у нас заказчикам подсыпан песок, это вообще не считается. Дальше идет плотная глина. Если приямок не выкопать такой глубины, то свая просто не уйдет на проектную глубину, она не уйдет ниже глубины промерзания своей лопастью. А это уже как раз-таки могут быть негативные последствия. Поэтому приямок в 60 сантиметров на этом участке, это нормально. Если у вас, друзья, песок и камни, то приямок может быть глубиной и 80 сантиметров, и метр. И на это я абсолютно нормально смотрю. Потому что я не понаслышке знаю, что такое монтировать винтовые сваи. И свой бизнес начинал именно с этого. Сам монтировал, сам знаю, что такое камни, песок и все остальное, что может встретиться в грунте на пути этой бригады. Я специально, друзья, отошел подальше, чтобы ребята не слышали, что я говорю. Я хочу затронуть очень щекотливую тему и больную для меня. Я очень болезненно воспринимаю те комментарии, когда пишут, вот, у вас работают узбеки, у вас работают таджики, вы экономите. Я на этот вопрос хочу ответить следующим образом. Вот эту бригаду я наблюдаю в своей компании уже больше года. Бригадир здесь Сергей, ну, русский парень из Санкт-Петербурга. Да, у него работают четыре узбека. Да, больше года назад он их где-то взял, где-то подобрал, где-то обучил. И они у него работают, не покладая рук и ног. Они никогда бригадиру не скажут, вот здесь камень начальника, мы копать не хотим, не можем. В то же время, друзья, у меня был огромный опыт работы с различными работниками, сотрудниками. При строительстве домов, при строительстве фундаментов. Национальность вообще никакого значения в этой истории не имеет. Я абсолютно уверен во всем этом. Единственное ограничение, это бригада всегда состоит из одной национальности. То есть не могут в одной бригаде ужиться там таджик, узбек, они друг с другом не дружат, и русский. То есть если бригадир одной национальности, остальные другой национальности, то это нормально. А так работники между собой должны дружить. Дружат они по национальному признаку, тут никуда не денешься. Поэтому и бригады у нас, есть чисто русские, есть чисто украинские, есть чисто новгородские, русские, тоже делятся на своих земляков. Есть узбеки, есть таджики. И мне абсолютно по барабану, что вы пишете там про национальный вопрос. И мне абсолютно по барабану, какой национальности люди. Лишь бы они работали нормально, не пили, не косячили. И в том случае, если они совершили какую-то ошибку, они исправляли. Они говорили, дай деньги, начальник. За тот сезон, за прошлый год, 17-й год, через компанию «Строи и живи», раскрою небольшой секрет, прошло около от 50 до 70 бригад. По разным причинам они были выгнаны. И абсолютно без разницы, какой они национальности. Выгоняли и русских, и узбеков, и молдаван, и кого только у нас не было. И сейчас в нашей компании остались самые сливки, самые лучшие бригады. У нас больше нет какого-то глобального расширения. Бригады мы какие-то дополнительные не набираем. У нас стабильное количество заказов, регулируемое нашей ценой. Цена у нас не самая низкая. Я никогда ни от кого не скрываю и к этому не стремлюсь. Нет у меня миссии застроить всю Россию бесплатным жильем. Поэтому есть коммерческая цена, есть определенная договоренность с бригадой, сколько стоит их работа. И эта работа, кстати, эта зарплата абсолютно одинаковая. Что для русских, что для узбеков. Мне абсолютно без разницы. У меня финансовые отношения строятся с бригадиром, а он уже выплачивает зарплату. И как, и сколько он выплачивает, и кому, кто как заработал, какие у них там бонусы, премии. Мне без разницы. Поэтому национальный вопрос прошу не поднимать. А еще, друзья, я хочу сказать, что исходя из нашего опыта, нет ни одного заказчика, который предъявил бы нам претензию за национальность бригады, которая к нему приехала. И вы, как заказчик, можете в этом убедиться. Вот приедут к вам ребята, без разницы какой национальности, результат будет одинаковый. Теперь, друзья, о качестве монтажа и о геометрии. Если на объекте в грунте нет каких-то камней здоровых, огромных, нет каких-то еще других препятствий, то монтаж производится вот таким образом. А смотрите, я специально дождался, чтобы в одну линию вкрутили, все закручено по одной линии. Вот белая бечевка оттянута с точностью до миллиметра. То есть, если бы одна из свай, к примеру, была бы закручена криво, вот я отодвинул немножко, буквально на сантиметр, то все остальные сваи бы веревки не касались. Человек, независимо от его национальности, вкручивает сваи, добросовестный человек, вот так вот, независимо от того, что написано в его паспорте. Вторую линию сейчас посмотрите. Точно такая же история. Максимальная погрешность, которую я вижу, ну, я думаю, что здесь погрешность измеряется в нескольких миллиметрах, 3-4 миллиметра. Вот с такой погрешностью вкручиваются сваи. У меня установлено, в договоре написано одно, а между нами, с бригадирами, есть договоренность, что диагональ и все геометрические размеры у дома должны отличаться не больше, чем на 2 сантиметра. То есть, при ширине обвязочного бруса в 150 миллиметров, это минимальное, да, что такое 2 сантиметра? Это вообще ничто. С учетом того, что у нас на свае после обрезки делаются оголовки, у них есть косынки. Вот такая геометрия при вкручивании винтовой свая в нашей компании. Опять-таки, независимо от национальности бригад. Теперь, друзья, в продолжении темы о приямке. Вот, в сваю вкрутили, вот она имеет какую-то вибрацию. И дом, если так все оставить, он будет иметь небольшое качание или качение. Этот приямок, после того, как сваю вкрутили, бригада закапывает лопатой. Ну, должно быть как? Она не просто должна засыпать приямок, она его еще должна трамбовать. То есть, тот грунт, который засыпается в приямок, трамбуется. И тут я сразу хочу ответить на еще один вопрос. Как увеличить надежность и долговечность винтовой свая в плане ее коррозии? Если у вас на участке есть песок, то я бы вам рекомендовал, ну, завезли вы какую-то машину песка для чего-то, для подсыпки, для, там, парковки, еще для чего-то. Я бы вам рекомендовал вообще бригаду попросить эти приямки не закапывать. Этот грунт можно раскидать по участку, он вам сильно не помешает. А этот приямок засыпать песком. Песок – это тот материал, недаром из него делают подушки под фундамент, железобетонное. Это тот материал сыпучий, который очень хорошо трамбуется. Он трамбуется гораздо лучше, чем вот эта глина или суглинок, лесупись, которая вот конкретно на этом участке. Что еще делает песок? Это материал, который легко дренирует. То есть вся влага сквозь него проходит вглубь. На этом участке нет никакого песка, поэтому бригада засыпает, трамбует этот приямок тем грунтом, который вынут из приямка. Говорить о том, что мы могли бы привезти с собой, там, куб песка, друзья, это некорректно. То есть за те деньги, которые мы просим всегда за фундамент, это в стоимость не входит. Есть у вас песок или позаботились вы об этом, могут они засыпать вам песком. Нету, значит, тот грунт, который имеется у вас на участке. Все, друзья, после того, как приямок закопан и протрамбован, свая уже... вообще стоит мертвой, не двигается. Но есть исключения. Есть участки, особенно этим болеет наша Ленинградская область, где верхние слои грунта – это торф. Торф, ну, те, кто имеет такие участки, они сразу поймут, это как вата. Она не обжимает сваю вообще. То есть это неплотный грунт, абсолютно неплотный, рыхлый. И в результате таких же манипуляций, если произвести это торфом, свая будет качаться. Единственным вариантом, который может предотвратить вот это негативное явление качания фундамента, а в дальнейшем качания дома – это обвязка из металла. У меня есть отдельный видеоролик на канале, где я рассказываю о том, как производится обвязка, из каких материалов, в каких случаях. Обвязка из металла может быть из швеллера, балки двутавровой уголка и профильной трубы. Только после этого сам швеллер приваривается к стволу сваи и сваривается между собой и наш фундамент. Итак, еще раз о вариантах металлической обвязки. Первый вариант мы уже разобрали – это металлический швеллер, который… Если вкратце, то обвязка из металла производится в нашей компании, исходя из нашего большого уже опыта. В том случае, если свая возвышается над уровнем грунта в обрезанном уже состоянии, а высоту цоколя определяет нам заказчик, она производится металлом в том случае, если высота свая больше, чем 50 сантиметров над уровнем грунта. Тогда вот этот рычаг, вы же понимаете, чем выше свая, если ее сделать вообще там полтора-два метра, то ее раскачать можно будет легко за счет длинного рычага. Поэтому, чем выше цоколь, тем больше металла необходимо использовать для его обвязки. Все, то есть вот таким образом вы протрамбовали, свая больше не качается. Если у вас торф, то вам однозначно нужно закупать песок и трамбовать эти приямки песком. При том, что это делать нужно с горочкой. Почему с горочкой? Потому что пройдет дождь, и этот грунт еще немножко сядет. Что касается зимнего монтажа фундаментов вот таких, то там тоже возникают у нас некоторые проблемы в коммуникации с заказчиком. Верхние слои грунта зимой, они всегда промерзшие. Ну, в основном, скажем так, промерзшие. Если под снегом, то иногда не промерзают, иногда промерзают. Вот этот приямок делается отбойным молотком в этом случае, и там такие глыбы здоровые. Им протрамбовать приямок нереально. Кроме того, когда этот грунт отмерзает весной, то он однозначно садится, так как его объем уменьшается. И остаются такие небольшие ямки. Говорить о том, что мы схалтурили или что-то, будет некорректно. Вам просто нужно иметь это в виду и засыпать эти приямки по весне, уже песком, опять-таки, протрамбовав их. Тогда у вас все будет нормально. Так, друзья, еще в начале ролика я обещал рассказать о том, какие преимущества есть у свайно-винтового фундамента относительно любого бетонного. На самом деле, преимуществ немного. Их всего два. Первое, это сроки. Вот я на этом участке нахожусь уже часа два, может быть, третий час. Фундамент практически смонтирован. Это 18-винтовых свай. Размер дома там 8х8, 9х9, 10х10. Но все в пределах одного дня, монтаж производится. И на следующий день уже строители могут на этом фундаменте строить дом. Про железобетонный фундамент, конечно же, такого сказать нельзя. Там только подготовительные работы занимают, как правило, неделю-две. В режиме общей жизни дома это, конечно же, очень маленький срок. То есть, можно потратить месяц на устройство железобетонного фундамента. В принципе, вот это преимущество по срокам, оно сильно не важно, с учетом того, что в доме жить будете вы десятилетия. И, может быть, стоит, конечно же, пожертвовать месяцем проживания в этом доме ради того, чтобы получить монолитный железобетонный фундамент. Второе преимущество свайно-винтового фундамента относительно железобетона это, конечно же, стоимость. А здесь, друзья, преимущество просто колоссальная, огромная. Вот мы тут монтируем фундамента по соседству дом. Ну, как вы думаете, дом для постоянного проживания или это дача? Друзья, 100% это дача. Я не знаю, кто его строил, чей этот дом. Под такой дом, ну, блин, даже не обсуждается. Конечно же, винтовые сваи. Почему? Потому что это быстро, это дешево, это в 3, в 4, в 5 раз дешевле, может быть, в 10 раз дешевле, чем железобетонный фундамент под этот дом. Перепада высоты вроде бы нету, вроде бы ровный участок. Но, тем не менее, железобетонная конструкция, она будет колоссально отличаться по стоимости относительно вот этого свайного винтового, на котором он стоит. Кроме этого, обратите внимание, на доме нету чего нету? Нет водосточной системы, да и бог-то с ним. Это дачный дом. С грунтом ничего страшного не произойдет. Винтовые сваи, из-за того, что с крыши льется огромное количество воды во время дождя, тоже ничего не произойдет. Что может произойти железобетонным фундаментом? Эта вода может попасть, особенно если речь идет о мелкозаглубленном железобетонном фундаменте, она попадет однозначно под саму железобетонную конструкцию. Вода зимой промерзнет, и фундамент выдавит. Сотни таких домов мы видели. Да, у железобетонной плиты, к примеру, есть уже полы. Ну, какие-то виртуальные, твердые такие, мощные полы. На свайно-минтовом фундаменте, да, нужно делать перекрытие. Да, нужно его утеплять, нужно ветрозащиту снизу монтировать. Сверху нужно монтировать пароизоляцию, все это дело проклеивать. Это стоит определенных денег, при том, что, в принципе, скажем так, немало денег. Но на железобетонной плите, неутепленной, вы жить не сможете. Да, под этой плитой плюс 5, но мало кому понравится ходить босиком по полу с температурой там около нуля. Никому не понравится, поэтому железобетонную плиту тоже нужно утеплять там 100, 150, 200 миллиметров, в зависимости от ваших желаний, потребностей и финансовых возможностей. То есть утепление тоже нужно, но мелкозаглубленный железобетонный фундамент не может существовать без утепления цоколя. Его тоже нужно утеплять, это тоже деньги. Еще нужно утеплять грунт вокруг мелкозаглубленного железобетонного фундамента. То есть это утепленная отмостка. У отмостки должно быть какое-то покрытие. Это может быть бетон с укладыванием тротуарной плитки, это может быть щебень, песок. Но в любом случае это материалы, это работа. Это выборка котлована под эту утепленную отмостку. Это трамбовка основания, засыпка ее песком. Это бордюрный камень. Если вы хотите сделать все по-человечески, то это все деньги. И это деньги сопоставимы по стоимости со всем своевым винтовым фундаментом. Кроме этого, не только водосточная система должна быть, но и каждая водосточная сливная горловина должна заканчиваться чем? Дождеприемником. Вся эта вода должна собираться в одну ливневую канализацию и удаляться за пределы участка. То есть в канаву, в дренаж, куда угодно. Лишь бы вывести эту воду из-под пятна застройки. Опять-таки, тот сюжет, который мы вставляли, это одна из причин такого разрушения. Дома из газобетона произошло из-за отсутствия ливневой канализации, из-за отсутствия дождеприемников, из-за отсутствия водосточной системы. Всего этого для свайно-винтового фундамента нет необходимости. То есть, если для железобетонного фундамента это обязательно, это стоит больших денег, то свайно-винтовой фундамент этого всего не требует. Итак, давайте подведем итоги. Если вы собираетесь строить дачный дом, то однозначно железобетонный фундамент вам не нужен. От мышей он не спасет, от каких-то проблем с нестабильностью цокольного перекрытия. С этим тоже можно бороться за счет увеличения лаг, за счет уменьшения шага их, за счет увеличения отсечения лаг. В общем, есть вопросы, которые это решают. Все-таки, резюмируя, скажу так, что под дачный дом однозначно нужен свайный фундамент. Это могут быть железобетонные забивные сваи, это могут быть боксинг-тамбурно-бивные сваи, могут быть винтовые сваи. В любом случае, это фундамент глубокого заложения, на которое не влияет морозное пучение грунта, и который не требует к себе таких тонкостей и нюансов, как утепленная отмостка, ливневая канализация, водосточная система на крыше, утепление цоколя и так далее. А вот для дома, для постоянного проживания, тут, конечно же, нужно задуматься. Нужно взвесить все за и против, нужно подсчитать ваш бюджет, и тут уже принять решение, нужен вам свайно-винтовой фундамент или нужен вам железобетонный. Пожалуйста, на ваш вкус и на ваш бюджет, потому что в моей компании мы производим работы по монтажу любого вида фундамента, хоть железобетонного, хоть свайно-винтового. Причем маржа на железобетонном фундаменте, конечно же, больше. И, по сути, как коммерсанту, мне нужно было бы вас агитировать на железобетонные фундаменты, которые вы строили бы в моей компании. Но я вам раскладываю все за и против, для того, чтобы вы, как заказчик, приняли правильное решение и потратили свои деньги рационально. Еще один момент, друзья, хочется обсудить. Когда мы показываем на своем канале, как монтируем, вручную монтируем свайно-винтовые фундаменты, периодически возникают комментарии, что вот, блин, 21 век, а вы до сих пор вручную крутите, нет бы взять какую-нибудь бурилку, какой-нибудь трактор, какую-нибудь там машину, которая все это дело закручивает. Друзья, мы производим монтаж, рационально тратя деньги заказчика, потому что смена такой техники, которая вкручивает винтовые сваи, стоит в среднем 15 тысяч рублей, в зависимости от удаленности от города, от кольцевой дороги. Так вот, друзья, рационально использовать такую технику в том случае, если, в двух случаях, если свай больше, чем 40-50 штук в одном заказе, тогда можно пригласить технику, и это будет экономнее. То есть можно потратиться на монтаж техники, при этом заплатить людям чуть меньше, за то, что у них облегчается труд, и они за один день выполняют такой большой объем. И второй случай, это когда в грунте у вас есть какие-то препятствия, которые невозможно вкрутить в сваю вручную. То есть это какие-то камни, булыжники, бутовая плита. В Ленинградской области часто встречается такой пласт твердого известняка, который вручную не пройти. На качество вкручивания и усилие вкручивания винтовой сваи механизированным способом имеется в виду не вот эти приспособления, которые с помощью гидростанции вкручивают сваи, а вот именно даже с большой машиной, если взять, мы ее между собой бурилкой называем, та, которая делает отверстия при установке телеграфных столбов или столбов электричества, эти же машины вкручивают винтовые сваи. Вот я могу поспорить с кем угодно, что вот эти ребята, 4 человека, с их рычагами, мы приедем на ваш объект, где вы крутите, закручиваете винтовую сваи такой машиной, и мы вашу сваю сдернем с места, это 100%. То есть усилие вот этих 4 мужиков с их рычагами сопоставимо с усилием этой машины. И говорить о том, что при механизированном способе сваи закручиваются сильнее, это некорректно. Конечно, если ребята будут халтурить и не закручивать сваи до конца, то, конечно же, разница есть. Халтурить может любой, и даже тот, кто вкручивает сваи механизированным способом. А деньги считают каждый. Тот, кто пишет комментарии, он не считает деньги. А тот, кто заказывает этот фундамент, деньги свои считает. Поэтому всегда больно рассказывать заказчику о том, что на его участке, к сожалению, невозможно вкрутить сваи вручную. И нужно ему доплатить там 1015. А то, что бурилка вкручивает сваи и людям зарплату не плати, это не так, друзья. Потому что монтаж свайно-винтового фундамента в себе несет комплекс мероприятий, который без людей сделать нельзя. И одна бурилка, которая вкручивает сваи, фундамент сделать не может. Поэтому зарплату нужно платить и людям за то, что они разгрузят сваи, перетащат их, за то, что они сделают разметку, за то, что они установят эти сваи, за то, что они будут указывать оператору установки левее-правее, за то, что они будут эти сваи обрезать, заливать их цементно-песчаным раствором или смесью, за то, что они будут приваривать оголовки, за то, что они их будут красить. За все это нужно платить деньги. Поэтому уменьшать стоимость зарплаты бригады можно только в том случае, если количество сваи действительно большое, от 40-50 штук. Так что это к сведению. Вам, как потенциальным заказчикам. А те, кто писали комментарии, можете продолжать писать в том же духе. Итак, друзья, возвращаясь к теме продления срока службы и защиты сваи от коррозии. Значит, самое больное место у винтовой сваи в отношении коррозии – это стык земли и воздуха. Здесь есть две обязательные составляющие, которые в результате взаимодействие дает коррозию. Это влага от дождей и это кислород. При том, что нужно понимать, что сваи, которые внутри дома стоят, они, как правило, не мокнут. То есть, грунтом не промокает, потому что на доме есть крыша, дай бог, есть водосточная система, которая эту воду убирает. Но защищать от коррозии все-таки сваю нужно. Поэтому вся вода, которая будет попадать в район расположения сваи, через песок будет уходить глубже. Туда, где нет кислорода или где его количество ограничено. Соответственно, из процесса коррозии там будут все замедляться. Многие пишут в комментариях или рассуждают о том, что на самом деле больное место у свая – это места сварки лопасти и конуса. Но, друзья, это место у свая находится на глубине метр двадцать, метр пятьдесят, а то и глубже – два метра и так далее. Там кислорода нет вообще. Соответственно, там и нет процессов коррозии. Самое больное место – это вот это. Второе средство, как защитить это больное место, свая от коррозии – это обработать его дополнительной гидроизоляцией. Одно дело – наша краска, другое дело – резинно-битумная мастика. Мы вам… ну, только что я его купил в самом магазине для того, чтобы на одной свае вам показать, как это может выглядеть. То есть, тот приямок, который у вас имеется, перед тем, как его закапывать, необходимо промазать этой битумной мастикой активно. Чем ниже, тем лучше, но и вверх. Мы не промазали, потому что свая где-то будет обрезаться на каком-то уровне, в один горизонтальный уровень, приваривается оголовок, и после этого эти сварочные швы и остаток ствола свая также можно будет промазать этой битумной мастикой. Есть несколько нюансов и проблем в этих видах работ. Вы можете заказать эти дополнительные работы в нашей компании, доплатить за это рублей 200, но качественно, без проблем, ее можно эту работу выполнять в следующих условиях. Первое – нет дождя, потому что на мокрую поверхность эта резинно-битумная мастика не ложится. И даже на самой банке написано, что поверхность должна быть очищена, и она должна быть сухая. Второе – это зимний период времени. В зиму она вообще не ложится, даже сейчас летом мы ее открыли, она как резина, то есть ее нужно нагреть. В условиях минусовых температур сделать это на участке очень сложно. Металл холодный, то есть надо будет нагреть и битумную мастику, и металл. Ну, короче, это с паяльной лампой здесь ходить, это очень сильно затянет временные рамки монтажа. 200 рублей это однозначно стоить уже не будет, это будет вообще стоит либо гораздо больших денег, либо я предлагаю вам дождаться весны, теплое время года и спокойно обстановке самостоятельно выполнить эти работы. Вот эта резина, с ней ничего не произойдет, не знаю, не знаю сколько лет, много лет, десятки лет. То есть вы таким образом, ну лет на 10 как минимум защитите это место. Ну а в дальнейшем эту процедуру можно будет повторить. Ну что, друзья, я все, что хотел сказать про с вами винтовой фундамент сегодня сказал. Конечно же, я еще в ближайшее время съезжу на какой-нибудь объект, где будет металлическая обвязка, будет перепад высоты, или разные грунты. Буду освещать это подробно, вам показывать, потому что такая ситуация, как на этом участке, это идеальная ситуация, здесь нет никаких проблем, нет никаких перепадов. Дожидаться окончания монтажа я не буду, есть дела, надо лететь, я поэтому заканчиваю этот сюжет. Заказывайте, друзья, свайно-винтовой фундамент в нашей компании, да и любые другие виды фундаментов. Не экономьте вы эти 2-3 тысячи рублей, не сравнивайте нас с шабашниками, которые где-нибудь купят винтовые сваи и где-нибудь вам что-нибудь закрутят непонятно как. Я, по крайней мере, буду вам гарантировать качество этих фундаментов в любом регионе, где присутствует компания свай фундамент. Помните, что у нас есть сайт свай фундамент, есть сайт строй и живи, то есть сиж.рф, ссылки все будут в описании. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, на наш инстаграм и входить в нашу группу ВКонтакте. С вами, как всегда, был Александр и проект строй и живи. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова